Добрый день канал! Руки в ноги, взяли белку и поехали на стрелку, соответственно, купили за свой счет билеты и сейчас мы вам покажем такой коротенький минут на 10 превью, а полный ролик про московский автосалон мы выложим завтра или послезавтра. Ну так и поехали! Ну и естественно, что на московском автосалоне, друзья, огромная территория отведена под экспозицию «Лады». Как вы видите, здесь представлено практически все, что сейчас производит и продает наш естественно отечественный концерт. Ну а теперь, друзья, подходим к кульминации московского автосалона и давайте мы все-таки наконец-то уже увидим новую «Ладу 4х4». Ну, конечно, не саму машину, а ее концерт, то есть не ходовой макет. Друзья мои, много будет вопросов по поводу того, заменит этот автомобиль «Ниву» или не заменит, сколько он будет стоить. И судя по его дизайну, парни, новость у меня для вас невеселая, потому что то, что находится за моей спиной, явно будет стоить дороже 500 тысяч рублей. Перед нами новая «Ладу 4х4». Ну и естественно, пока еще, в общем-то, макет. То есть мы видим ту машину, которая чисто гипотетически должна сменить нашу привычную всем «Ниву». Что я вам могу сказать по этому поводу? Есть тягостные сомнения на тему того, что кузов, у которого распашные двери, будет держать нормальные нагрузки на кручение. И я думаю, что мы потеряем внедорожник и получим очень красивый, ну, в принципе, да, действительно очень красивый городской кроссовер, но, к сожалению, очередной. Действительно непривычно наблюдать такую стилистику в автомобиле, который произведен, по сути, для российского рынка. Хочется надеяться, что этот концепт, ну, получит такое, знаете, серийное воплощение. Хотя надежды на это, конечно, мало, потому что уж больно много здесь такого футуристического и сложного производства. Кроме того, я не уверен, что концерн «Ниссан-Рено Альянс» будет производить автомобиль, который будет нормально продаваться в мире под российским брендом. Вот обратите внимание на то, как скрыта у нас задняя дверь, она здесь есть, и действительно двери здесь будут расплошные, как у Роллс-Ройса. А средней стойки, которая обеспечивала жесткость на кручение, не будет. Ходит много слухов по поводу того, как бы на какой платформе будет произведен этот шедевр. Если это будет B0, то, соответственно, встают здоровые вопросы по проводу жесткости. То есть, выдержит ли эта платформа, ну, нормальные нагрузки на кручение. Ну, как бы то ни было, концепт действительно очень интересный. Он действительно похож на автомобиль и вызывает только, ну, хорошее чувство. Общая стилистика автомобиля, ну, действительно решена в агрессивных таких тонах, моментах. Большеразмерная резина, ярко выраженная вот эта вот X-линия. Машина получилась интересная. И все-таки действительно хочется надеяться о том, что до конвейера дойдет, ну, хотя бы слабое подобие того, что мы видим сейчас в этом концепте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Господа, ну, естественно, основным гвоздем, так сказать, автосалона московского у нас является экспозиция Aorus. То есть, представительский седан, на котором теперь двигается президент Российской Федерации и будут двигаться члены правительства. Единственное, что можно узнать, это характеристики этой машины. В принципе, они уже есть все в открытых источниках. То, из чего она собрана, это большая тайна за семью печателя. Поэтому мы не будем городить досужих домыслов, но я думаю, любой человек, который любит автомобили, увидит определенные линии, родственные в кузове, узнает дизайн колесных дисков и, в принципе, радует то, что машина получилась действительно представительского класса и действительно красивая. Если говорить о дизайне задней части, ну, что сказать, это монументально, господа. То есть, ну, понятно, что автомобиль представительского класса, он должен вызывать уважение и почтение. Я думаю, что так оно и будет на дорогах. Как я уже говорил, никаких неуместных параллелей по, например, стилистике надписи, да, проводить мы не будем. Все-таки теперь это наше свое родное. Если говорить о самом выгодном ракурсе Aorus Senat, то, несомненно, это фронтальная проекция. И не надо здесь искать каких-то отсылок к другим автопроизводителям. Вся проблема заключается в том, что в любой стране мира машина представительского класса похожа одна на другую. И, в общем-то, можно сказать, что вот этот дизайн, он действительно соответствует стереотипам о нашей стране. Большой, объемный, мощный, красивый и стильный. А сейчас, друзья, специально для нашего канала мы покажем вам то, что видели единица. Именно вот так выглядит платформа седанов представительского класса Aorus Senat. И если вы думаете, господа, что под этим блестящим курсом, под этой платформой, которая станет основой, в общем-то, для целого проекта Cortesh, скрываются импортные технологии, то вы ошибаетесь. В общем-то, для того, чтобы это понять, достаточно одного беглого взгляда. То есть вы можете увидеть стабилизатор, можете увидеть размеры переднего привода, можете непосредственно посмотреть двигатель и коробку передач. И сомнений в том, что это произведено в Российской Федерации, у вас не останется точно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok